Есть виды спорта, которые на самом деле не избалованы вниманием в Латвии. В основном это индивидуальные виды спорта, тоже фехтование, к примеру. Чтобы разобраться в его нюансах, поговорить об истоках и традициях, познакомиться с современными тенденциями, а главное – с человеком, который об этом виде спорта знает почти все, программа «Новый день» отправилась в центр латвийского фехтования «Далгопилс» на встречу с одним из самых опытных тренеров нашей страны Александром Пляскиным. Понятно, что одними рассказами дело не обошлось. Пришлось не только переодеться и взять шпагу в руки, но и на своей шкуре испытать, что такое получить укол на одной из дорожек в зале «Далгопилского олимпийского центра». Вся наша встреча проходила под звуки, которые ни с чем не спутаешь. Вы являетесь только уже тренером, сколько лет вы подсчитывали? По-моему, очень давно уже. Больше 40 точно, но можно посчитать. Я закончил институт, о господи, в 1975-м. Уже 46 лет. 45-46 лет, вот летом будет 46 лет. И с тех пор вы являетесь тренером по фехтованию? Совершенно верно. После окончания института, а у меня была вторая специальница физического воспитания, в нашем тогда еще педагогическом институте, у меня не было проблемы выбора. Я заканчивал, умея на руках направление на работу в спортивной школе тренером. Ну, будучи мастером спорта, сразу же получил направление. Институт выпускной был в июне, и в августе, 15 августа, я приступил к работе. История латвийского фехтования – это целая плеяда наших чемпионов, которых Александр Пляскин также не может не упомянуть. Это Сережа Костырев, вместе с ним Эдгар Рыльцов, они вместе были в сборной Советского Союза и выступали в команде. Ну и потом Юлия Ванцовича, которая была на Олимпийских играх и там достигала высот на этапах Кубка мира, на чемпионатах Европы. Ведь шпага появилась вслед за рапирой. Раньше фехтование у девушек и у женщин было только на рапире. И вдруг объявили, что шпага будет на чемпионате мира. Стали проводить первенство Советского Союза. Первое юниорское первенство проходило в Алма-Ате, и вот там мы раньше всех перешли на шпагу женскую. То есть у нас девочки были на рапире? Как только сказали, что будет шпага, мы сразу рапирю сложили, все взяли шпаги, приехали на чемпионат Союза уже готовыми. И Вика выиграла первый союз по шпаге юниорский, выиграла она. Виктория Яблонская. Виктория Яблонская. И потом Бруда Хабаров, он был два раза призером Олимпиады. И лично бронзовый, и в команде. Ну а далее мастер-класс от маститого тренера. Сначала экипировка, костюм, шпага, маска. В общем, обо всем по порядку. После уколов синяки остаются или нет? Или экипировка сейчас такая, что... Скрывать не буду. Синяки остаются. Но экипировка сейчас современная настолько все защищает и настолько правильно организаторы относятся к этому, что по сравнению с тем, что мы бы начинали... Ой, это... Кошмар. Обычный стеганный парусиновый нагрудник, прошитый, ватный. Я еще застал наконечники, когда не было этой аппаратуры вообще, а были маленькие иголочки. Ватку опускали в этот самый раствор. Укол уносился. И вот эта пружинка впрыскивала эфир с красящим веществом красненьким. И оставалась маленькая красненькая пятнышка. И вот идет фехтование, бой, укол, и судьи смотрят. А, красненькая, укол есть. Сейчас в курточке, ну вообще во всех костюмах, вшивая текиларовая ткань. Та, которая идет на броди-жилет. Поэтому надежно. Маска настолько надежна. Каждая ячейка отдельно пропаяна. Вот эти ячейки, они между собой пропаяны. То есть здесь, после некоторых случаев, бывало, что там иногда даже... Сейчас исключено. Важный наконечник. Так. Фигурсирует укол вот при нажатии конкретно. Пружина должна выдерживать вес 750 грамм. Для этого есть специальный эталон. Перед каждым боем идет контроль шпаги. Конкретно, насколько выталкивает наконечник пружины, пружины наконечника на шпаге. Это 750 грамм. Вот этот специальный эталон. Пружина должна вытолкнуть. Вот она тут. О! Пожалуйста. Первый вариант. Пружина так подсела, что полграмма играет роль. Вот она вытолкнула. Буквально можно дунуть. И загорелась. По форме немножко пистолет напоминает. И держится вот у левшей свои модели, у правшей свои. И плюс еще каждый выбирает... Ой, модели очень много. Очень длинно. Каждый подбирает по своей руке. Поудобно. Каждая шпага подгоняется индивидуально для каждого спортсмена. Вот эта модель называется французская. Вот есть такой курочек. Вот он немецкий, германский. Они фехтуют себе без курка. Французы фехтуют обычно ручки, которые дают урок. Они приверженцы классической школы. Вот эта рукоятка фехтует без пистолета. Чтобы нанести укол, нужно сделать атаку. Что такое атака? Атака – это движение вооруженной руки вперед. Без ног. Вот это уже сближение. Ага. Вот. Все, пошла атака. Пошла атака. И если во время атаки укол должен быть в пальцах, мне в ладонь. Нажимать. Еще сильнее. Еще сильнее. Мне страшно? Нет, нет, нет. Еще сильнее нажимать? Ног должен согнуться и ничего страшного. Нажать, выпрямить полосу руку. Вот. Вот это атака. Ну, вот там мишень. Можно еще поточнее. Уколоть так вот в эту точку. Без ног. Угу. Уже хорошо. Еще раз. Хорошо. А теперь точно попасть в этот квадрат. Почти. О! Получилось. И еще раз. Еще раз. Ну что ж, 2,4. Неплохо для первого раза. Вот перчатка. Я ее отпускаю, ее надо пригвоздить. Так. Готов? Да. Почти. Буквально. Еще ближе. О! О! Вот так. Да? О! В конце концов, было бы непростительной ошибкой узнать столько фиктований и самому не попробовать, что же это такое. В общем, поехали. Миледи, я хочу доверить вас своей безграничной преданности. Я готов отдать жизнь за вас и буду сражаться до последнего вздоха. Не вешать нос гардемарины. Следующий шаг – это практика. В бою много хитростей, некоторые из которых стали известны программе «Новый день». вот только несколько приемов, которые используют профессионалы. Сопернику. Сопернику. Судья. Зрителям. Вольно. Вот после этого. Спортсмены становятся фехтовальную стойку. Одевают маски. Направляют клинок на своего противника. Судья обязательно спрашивает. Вот как и я спрашиваю. Готовы? По-французски. Это вы прет? Вы готовы? Oui. Олег. Олег. Начинайте. И начинается сближение. И ведется разведка. И начинается бой. Совершенно верно. Совершенно верно. Или обмануть. Или укол, допустим. Дать защиту. Но после защиты… Да. Еще раз. Идет мгновенный ответ. Это было страшно. Или захват. Вот я подбежал. Да. Захватил. Или я показал и уколол. Ага. Ну вот так. У меня уколоть можно в любую точку. Так. Можно в ногу. Так. Так. В голову. Есть. Я вас не достал. Так нечестно. Вы должны поддаться мне. Я поддаюсь. О! Есть! За что вы любите этот вид спорта? Это касается игровых видов спорта. Это индивидуальных. Вот когда выходят два спортсмена, и вот один укол, один элемент, одно движение решает судьбу боя, судьбу медали. И этого никто не знает. Ни болельщики, ни самые участники. Вот этот миг победы, игра, ну, наверное, вот это.